Часто я слышу много разговоров о том, что приготовление правильной здоровой еды занимает уйму времени. Я вам сегодня покажу, что это не так, что мне понадобится для того, чтобы приготовить полноценный суточный рацион всего лишь 30 минут. Начнем, чтобы не терять времени с приготовления риса, мы его приготовим в мультиварке. В данный момент мне на день нужна перстаган. И, как я говорил, мы весь рацион приготовим за достаточно сжатое время, особо никуда не торопясь. То есть мы никогда не торопимся, сделаем все, что нам нужно. Достаточно важно соблюдать такие вот определенные пропорции, что на одну часть риса используется полторы-две части воды. Тогда его получается не очень много, весь этот объем легко съесть. И он получается рассыпчатый, не размазня. Нажимаем кнопку автоматической программы. Начнем с кривой. Ковородка у нас греется. И мы нарежем обычный репчатый лук кольцами. Кстати, этот рецепт я посмотрел у четырехкратного мистера Олинка Джей Каттера. Режем лук не очень толстыми, не очень тонкими кольцами. Кто хочет плакать, может поплакать. Мужчина не плачет, да и не плакает. Ковороду я все равно капаю немножко растительного масла. У меня есть такая удобная силиконовая кисточка, которая позволяет небольшое количество масла равномерно размазать по жирочной поверхности. И из выток его просто сидеть. У нас нагрелась сковорода, и мы лук, порезанный кольцами, выкладываем равномерно на поверхность сковорода. Пока немного готовится лук, мы порежем куриное пиле небольшими кубиками. Ну вот, был достаточно сильный огонь, и не пришлось долго ждать, лук почти готов. Нам не нужно его полностью дожидаться, чтобы он приготовился. И выкладываем на лук наше пиле. Опять же равномерно, более-менее распределяя по поверхности. Итак, у нас готовится рис, куриное пиле. И сейчас пришла очередь за парой. Очень важно, чтобы наш рацион включал в себя как можно больше разнообразных продуктов. Потому что каждый продукт полезен чем-то своим. Допустим, куриное филе, оно богато белком, но в нем мало жира. Лосось, либо форель, оно обладает высоким содержанием жирных кислот, которые будут полезны. Яйца обладают уникальным аминокислотным составом, который очень хорошо усваивается нашим организмом. Рис обеспечивает нас энергией, это углеводная пища. И для того, чтобы хорошо усваивать эту пищу, для того, чтобы наш пищеварительный тракт, наша пищеварительная система хорошо функционировала, нам необходимы овощи. Поэтому рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Вода закипела. И мы туда добавляем наши порции форель. Пока она ждала часа своего приготовления, она успела немножко посветлить, но ничего страшного. Наш последний компонент по порядку, но не по питательности и полезности, это овощной салат. В моем холодильнике из овощей были только огурцы и помидоры. Поэтому мы сделаем салат только из этих двух овощей. На самом же деле сюда можно добавлять что угодно, как угодно. Можно добавлять сюда пекинскую капусту, листья салата. Все, на что способна ваша фантазия. Это овощи, плечатка. Но необходимы для того, чтобы продуктала наша пищеварительная система должной образом. Кто-то может глядеть это видео, посмотреть и посмеяться. Посмотрите, как он режет овощи. Но это до тех пор, пока вы не голодны. Когда вы голодны, вам все равно нужно это все дорезать, быстро приготовить и съесть. У нас уже прошло примерно минут 15-20. У нас уже готов салат, который, правда, еще немножко нужно перемешать. У нас готов куриное пиле. Почти готов рис в мультиварке. И практически готова порей. Единственное, чего нам стоит подождать, это варьи наклеить. Только лишь потому, что мы про них немного забыли. Я думаю, мы успеем приготовить их в срок. Самое сложное в приготовлении пищи у меня, это мыть посуду. Но с появлением посудомойки этот вопрос не вопрос. Ну вот мы и приготовили еду на целый день. Яйца, кстати, тоже приготовились. Как вы увидели, что на самом деле приготовление разнообразной пищи занимает совсем немного времени. Не дай бог я услышу еще раз нытье о том, что готовка занимает уйму времени. Вот я выпил протеин. А в нем содержалось 40 грамм белка полноценного, который легко усваивается, который быстро проступает в кровь. Ой, фей. Протеин. Протеин мы поговорим в следующий раз. Протеин.